Всем привет, дорогие друзья! С вами руководитель онлайн-центра подготовки к ЕГЭ Виктор Медведев. И сегодня у нас несколько необычный формат для нашего канала. Это формат интервью. Дело в том, что к нам сегодня пришла в гости ученица, которая прошла наш легендарный проект «Марафон», сдала ЕГЭ на 98 баллов и поступила в МГУ на бюджет. И сегодня мы с вами постараемся разузнать у Дарьи все секреты того, как же ей это удалось. Я собрал список самых интересных, самых острых вопросов. И сейчас Дарья, надеюсь, достаточно подробно нам на них ответит. Расскажи кратко о себе. Из какого ты города? Какие ты предметы сдавала? Какие баллы набрала? И в какой вуз ты поступила? Меня зовут Даша. Я училась во Владимире. На ЕГЭ я сдавала историю, общество знания, английский и русский математику базу. Суммарно у меня вышло 272 балла. И я поступила на исторический факультет МГУ на бюджет. Вот с этими баллами. Плюс я сдавала дополнительные вступительные испытания. Правильно ли я понимаю, Дарья, что ты принимала участие в проекте «Марафон» не только по истории, но и по обществознанию? Я участвовала в «Марафоне по истории и по обществознанию». Дарья, когда ты вообще всерьез задумалась о том, что нужно готовиться к ЕГЭ, потому что многие ребята откладывают это решение на потом, они понимают, что важно готовиться. Но вот когда к тебе пришли такие мысли и какие шаги ты предприняла? Да, на самом деле, серьезно начала я готовиться к экзаменам и задумалась о них уже в 10 классе, потому что я понимала, что мне придется задавать предметы, которые я учила с нуля, например, как история. То есть у меня была очень слабая база, можно сказать, вообще прям не знала ни формата ЕГЭ, ни какой теории. И, соответственно, я уже в 10 классе задумалась о тем, что мне нужно начинать что-то постепенно осваивать. И в 11 классе я начала готовиться прямо с сентября. И самая активная подготовка у меня пошла как раз с февраля, когда я поняла, что мне все равно не хватает такой нагрузки, которая есть у меня сейчас. Я все равно чувствую, что я могу больше, что я хочу больше. Вот, собственно, с февраля началась самая интенсивная подготовка. С февраля 11 класса? Да. Ты сказала, что у тебя была не самая сильная база по истории. То есть я правильно понимаю, что ты не сдавала по ней ОГЭ, и поэтому фактически ты начинала изучение истории ни с чего. Или как? Да, я учила с нуля, я не сдавала ОГЭ. Мне никогда не нравилась история даже, вот как чисто школьный предмет. И только в 11 классе я начала. На момент 11 класса, когда ты начала свою подготовку по истории, писала ли ты какие-то пробники, какие у тебя были результаты? То есть какова твоя была стартовая точка именно в плане какого-то объективного выражения, в плане, например, диагностик, пробного экзамена и так далее? Мы писали пробники как в школе, так и на марафоне. Все мои пробники были в пределах 65 баллов. Я помню, что как раз-таки весной у меня был не очень удачный пробник, и я очень переживала по поводу того, что у меня очень интенсивная подготовка, я очень много прикладываю усилий. Но все еще не вижу пробников выше 80 баллов, чего мне, конечно, очень хотелось. Собственно, баллы в течение года у меня были не самые высокие. Ну а вот первый пробник, ты помнишь, на какой результат примерно ты его написала? Ну вот что-то плюс-минус 60 баллов. 65 он так может, не больше. Мы идем дальше, и следующий вопрос, он, наверное, тоже волнует всех ребят. Какая у тебя была мотивация готовиться, потому что многим не хватает мотивации, все чего-то ждут, ищут какой-то волшебной таблетки. Что мотивировало именно тебя, как вообще у тебя это было все выстроено? Моей главной мотивацией, наверное, было то, что у меня не было вариантов, я хотела поступить на бюджет. Я хотела поступить на бюджет именно в Москву, я не хотела оставаться в своем городе, на учебу, жить там оставаться. Вот, собственно, это была моя главная мотивация на протяжении всего года. И когда, в очередной раз, у меня случалось какое-то выгорание, я помнила о том, что на бюджет просто так не попадешь, и нужно продолжать решать варианты, продолжать учить теорию и все такое. Ну вот на мастер-классах тоже рассказывают, что есть три категории людей, люди, которые, в принципе, им без разницы, поступят они на бюджет или нет. Есть люди, которые считают, что неплохо было бы поступить на бюджет, они были бы рады, если бы им это действительно удалось. То есть, а есть третья категория, которую я называю бюджет или смерть, и они не рассматривают каких-то вообще иных вариантов и иных моделей поведения для себя. Какая ситуация была именно у тебя? То есть, к какой категории ты себя относила и почему? Ну, во-первых, родители сразу сказали, что они не собираются платить за мое обучение. Они, в принципе, верили, что я в состоянии поступить на бюджет, плюс я сама понимала, что это моя принципиальная позиция, я хочу поступить только на бюджет, я хочу сэкономить деньги моим родителям, поэтому вот так. Как строилась твоя подготовка во время участия в проекте «Марафон» и до него? То есть, что-то именно в плане подготовки, например, в том количестве времени, которое это уделяло, в чистоте подготовки, в интенсивности и так далее. То есть, произошло ли какое-то отличие между тобой, так скажем, до «Марафонской» и тобой уже во время участия в проекте? Да, конечно. Получается, до «Марафона» у меня не было структурированной подготовки настолько, насколько она стала после «Марафона» и во время «Марафона» я стала решать стабильно по пять вариантов в день по истории, по пять вариантов в день по обществу знаний. Хотя до этого я, если раз в неделю решу, уже будет счастье. То есть, это уже настолько была отработанная система, я настолько привыкла все это делать, что пока мои одноклассники решали по варианту в месяц, я решала по пять вариантов в день. То есть, у меня была очень интенсивная подготовка, она была очень структурированная, то есть, я просыпалась и четко знаю, что я оставлю в отчете, что у меня вообще будет, потому что я действительно смогла организовать свою жизненную проекцию. Ну, я думаю, что те ребята, которые сейчас смотрят наши видео, они с таким определенным скепсисом воспринимают эту цифру, пять вариантов в день, потому что, ну, она кажется какой-то совершенно заоблачной, может тут что-то нечисто или, ну, не может же обычный человек решать пять вариантов в день, как вот тебе это удавалось, как ты поверила в то, что это возможно и внедрила это на привычную основу. Какие именно инструменты тебе в этом помогли? Во-первых, это система отчетности, то есть, я четко знала, что в конце дня мне нужно приложить список того, что я сделала за день. Сначала это был один вариант в день, потом я постепенно увеличила свою нагрузку, потому что я понимала, что я уже привыкаю, мне это не сложно, но у меня уходит гораздо меньше времени на решение одного теста. Я отмечала количество ошибок, писала прямо в отчете, что у меня там восемь ошибок, семь, шесть, и так постепенно, то есть ошибки уменьшались, времени на прохождение одного теста, оно тоже уменьшалось. Соответственно, пять вариантов, на самом деле, вот для меня это было прям самое обычное дело, и, допустим, я сейчас понимаю, насколько это была мощная система, потому что, например, даже если мы сравниваем с русским языком, я так и не смогла приучить себя решать, допустим, по пять вариантов в день, и, соответственно, тест на ЕГЭ у меня вышел гораздо хуже, чем по истории про печатознание, у меня практически не было каких-либо моментов, в которых я сомневалась. Да, в период, когда я задавала, еще не было возможности попасть на русский язык, а так, конечно, это помогло бы мне еще больше набрать баллов. Ну, я думаю, все равно, ребята, остается скепсис, да, потому что, когда мы говорим про пять вариантов в день, про системную подготовку и про то, что когда ты начинала, у тебя было значительное число ошибок, очень часто, вот я вижу среди тех ребят, которые обращаются ко мне, что если они приступают к чему-то, и у них сразу много ошибок, то это их демотивирует, у них опускаются руки, они думают, что, ну все, я ни на что не способен, смысла нет, и бросают просто это дело. Как тебе удалось справиться с вот этим вот кризисом, когда ты начинал решать первые варианты, тратилось много времени, при этом ошибок было достаточно много? Если мы говорим вот про такие микровыграния, которые были, то я просто принимала это как данность, потому что я понимала, что, ну, не бывает так, что ты сразу там решил пробовать на 100 баллов, или сразу решил вариант без ошибок, то есть такого не могло быть. И, естественно, я спокойно принимала все эти ошибки, я просто давала себе возможность немного передохнуть, сделать какой-то перерыв, на что-то отвлечься, и потом возвращалась к варианту, потому что, опять же, постепенно это стало просто рутиной, привычкой, и я не воспринимала это как что-то ужасное. То есть, когда мои одноклассники, опять же, могли впасть в панику от того, что у них там столько-то ошибок, они плохо решили пробник, то я уже спокойно к этому относилась и знала, что сейчас я решу еще определенное количество вариантов, и они точно будут лучше. И, собственно, я видела свой прогресс, поэтому понимала, что все не следует. Ну, марафон — это не только отчеты, да, и не только решение вариантов, в нем есть разные инструменты, мы уже поговорили про инструмент диагностик. Какие еще инструменты из проекта ты применяла, и как они сказались на твоем результате, были ли они полезны, или были они бесполезны? То есть вот про другие инструменты, которые тоже есть в проекте, хотелось бы узнать поподробнее. Так, например, одно из заданий у нас было — это создать свои майндмэпы, это такие специальные карты по всем темам кодификатора на основе всех сборников составителей ЕГЭ по обществу и знанию, по истории. Это мне очень помогло тем, что, во-первых, я уже не видела каких-то незнакомых заданий, когда прорешивала очередной вариант Артасова или Котовый Лисковый. А второе — это то, что на самом обществе знаний мне выпало задание второй части с точной формулировкой такой, как из моей интеллект-карты. Соответственно, после ЕГЭ, после своего экзамена я пришла домой, открыла все свои карты, потому что я их распечатала, и увидела прям это задание. Вот, то есть я поняла, что это было очень полезно, потому что, во-первых, еще раз все темы повторились. Во-вторых, я идеально уже отработала саму структуру ЕГЭ. Вот. А в-третьих, то, что я уже, правда, не видела каких-либо заданий, которые по своим формировкам чем-то отличаются от того, что я уже решала до этого, заполняла, читала. Вот. То есть это очень помогло. Ну, вообще-то часто тоже вопрос у ребят. Многие считают, что задания на ЕГЭ, которые возникают, они берутся из каких-то супер закрытых источников, и они никогда совершенно не повторяются. И вот они сейчас прорешают все варианты, им точно выпадет что-то другое. То есть есть такое убеждение, такой страх. Вот по твоему опыту, прорешав огромное количество вариантов и прочее, насколько соотносится то, что ты решала, то, что давалось в том же марафоне, и с тем, что тебе встретилось на экзамене не только одно задание, а в целом по вариантам ЕГЭ. Да, в целом варианты были абсолютно идентичные с теми, которые есть в сборниках фетишинах, то есть в сборниках составителей. То есть с историей я выходила вообще с уверенностью, что у меня стабалов, потому что я не встретила чего бы такого, чего бы мы не разбирали. Вот. То есть задания были абсолютно такие же. То есть никакой прям супер новой формулировки, там, какой-то второй части я не встретила. Тесты тоже. Я решила тест, наверное, минут за десять, то есть ничего сверхъестественного мне не выпало ни на общество знаний, ни на истории. Еще один интересный вопрос, который спрашивают ребята, это какова роль школы в подготовке к ЕГЭ? В целом, стоит ли туда ходить, не стоит ли туда ходить? Сколько она у тебя времени занимала? Как вообще проходила твоя школьная подготовка? Вот хотелось бы поподробнее услышать про это. По поводу школьной подготовки нас не особо готовили к самому формату ЕГЭ. То есть, допустим, там, на алгебре мы могли решать какие-то базовые задания по математике. То есть, в принципе, мне этого хватало. Но что по истории, что по представанию, что по другим предметам, нас все-таки учили именно по школьной программе, которую нужно пройти. А, соответственно, школа в моем случае мешала мне готовиться к экзаменам. И я просто брала с собой те же варианты. Я ходила в школу там не с тетрадями, а чисто со сборниками ЕГЭ. Никого не призываю, конечно, так делать. Но на самом деле это очень удобно. И я сама просто столкнулась с тем, что многие ребята задают мне вопрос. Блин, вот у меня школа. У меня много времени уходит на домашние задания. Я иду там на красный аттестат. У меня нет времени готовиться к экзаменам. Но это уже вопрос приоритетов. И я, допустим, спокойно понимала, что ничего не случится, ничего не будет, если я сейчас возьму и на какой-нибудь там физике буду решать варианты по истории. Я сэкономлю свое время. Смогу прийти домой немного отдохнуть. Вернуться, опять же, к решению вариантов, к изучению какой-то теории. И это было очень удобно. То есть, я максимально постаралась подстроить школу под свой формат подготовки к книге. Поэтому мне было очень удобно. То есть, ты не шла на золотую медаль? Нет, у меня две тройки в аттестате вышли. Потому что в конце года я уже старалась минимально просто посещать Демиасия, сдавать какой-то просто минимум заданий, чтобы просто меня уже никто не трогал, и я спокойно готовилась. Ну, многие вот все равно, они почему-то считают, что золотая медаль, она просто необходима и прилагает какое-то неимоверное количество усилий. Как вот не было ли у тебя какого-то синдрома отличника, чтобы вот мне нужно все, потому что золотая медаль дает тоже какие-то там дополнительные баллы для поступления. Как вот быть тем ребятам, которые пытаются разорваться во все стороны и пытаются и к ЕГЭ очень хорошо подготовиться там на 90+, и золотую медаль по всем предметам, там пятерки, чтобы у них были. Что бы ты порекомендовала, что бы ты посоветовала? Несмотря на то, что я всегда хорошо училась, я просто смогла отпустить эту мысль, что оценки это важно, и поскольку вы на своих вебинарах тоже часто говорили о том, что все-таки ЕГЭ должно быть в приоритете, я как-то смогла отпустить всю эту мысль, донести это самое главное своим родителям, и в принципе на меня особо не давили по поводу моей успеваемости, по поводу моих оценок, хотя, конечно, допустим, мои родители были бы очень рады, если бы у меня не было бы этих тройок в аттестате, но опять же, либо я училась бы где-нибудь сейчас в местном вузе со всеми пятерками, как некоторые мои одноклассники, либо вот сейчас я учусь в Мингу, да, с этими тройками, при этом я сейчас даже не знаю, где мой аттестат, я не помню, куда мы его там относили, в принципе, мне нигде он сейчас не нужен в поступлении, он никакой роли у меня не сыграл, то есть, соответственно, все вышло очень удачно. Просто, мне кажется, на самом деле этот вопрос с аттестатом, он идет больше даже от наших родителей, то есть я знаю, что на многих ребят давят родители по поводу их успеваемости, потому что все-таки, когда, допустим, они сами поступали в вузы, этот аттестат что-то дозначил, но они сейчас, наверное, во многом просто не понимают, насколько это несоотносимые понятия, то есть сколько нужно прикладывать усилия, чтобы, допустим, хорошо выучить, там, готовиться ко всем предметам, которые даже не нужны, и получить, там, вот эти 3-5, вот максимум 10 баллов в некоторых вузах московских, я знаю, то есть это неспоставимые усилия, и, соответственно, конечно, есть ребята, которые, допустим, легко успевают, там, и учиться на пятерки, и готовятся к ЕГЭ на 90+, но все-таки это какой-то очень малый процент, и, естественно, я советую ребятам именно сконцентрироваться на подготовке к ЕГЭ, чтобы все-таки набрать нужные баллы, а не тратить время на решение, на исправление оценок, ну, чтобы они просто тратили нервы на предметы по типу физики и химии, если они издают историю об сознании, потому что, на самом деле, это пустая трата времени, и тут уже, опять же, вопрос расставления приоритетов, вот. Так, а если не секрет, то по каким предметам у тебя вышли неудовлетворительные оценки? Алгебра и геометрия. А ты уже год, да, сейчас второй у тебя курс? Да, я на втором курсе. На втором курсе. Ну вот, у тебя вышли такие оценки по алгебре и геометрии, за все это время как-то на твою жизнь это повлияло, где-то эта информация, не знаю, как-то отразилась на тебе, может, ты там, не знаю, не спишь ночами, переживаешь, может, ты куда-то пришла, тебе сказали, как же так, Дарья, как это возможно, или вот ничего не произошло абсолютно? Вообще нет, то есть вот с получения аттестата на выпускном я абсолютно о нем забыла, то есть даже сейчас я вспомнила ситуацию, когда я пришла с папой подавать документы в финансовый университет, и получается, что у меня нужно было отсканировать мои документы, мне отсканировали только часть, где просто написано, что у меня есть аттестат, то есть если там этот аттестат не красный, его даже там, ну, не сканируют, по крайней мере, вот я заметила это, возможно, сейчас уже, конечно, все по-другому, но, то есть мои оценки, ну, настолько никому не нужны, что вот их даже, ну, не взяли во внимание, то есть нужно было просто факт наличия аттестата. Допустим, даже у меня в классе было несколько таких ситуаций, когда ребята шли на золотую медаль, на красный аттестат, готовились, там, допустим, в мае, опять же, бегали либо по репетициям, либо исправлять свои оценки, и в итоге вышло так, что они не поступили на бюджет, они набрали прям очень мало баллов и пошли на платку, вот, либо пошли в местные вузы, где не нужно было большое количество баллов, то есть, да, вроде как есть красный аттестат, но, опять же, какое значение он имеет сейчас уже, и второе, все-таки, ну, нужно понимать, что он не принес им того, чего они хотели. Вот ты говорила, что решала, там, по пять вариантов в день, выполняла задания на вылет, готовилась, изучала теорию. Было ли в твоей жизни, вот, в этой марафонской время для какого-то отдыха, для развлечений, как у тебя было с этим аспектом? Да, не буду врать и говорить, что я успевала абсолютно все в этой жизни, нет. Я, опять же, расставляла приоритеты и решила, что сейчас, опять же, там, погулять, сходить куда-то с друзьями, для меня это не такая огромная потребность, как подготовиться к экзаменам. Соответственно, я весь 11 класс все свои ресурсы направила на то, чтобы хорошо сдать экзамены, и, собственно, я не жалею о том, что я, допустим, где-то там не сходила с кем-то погулять, потому что на первом курсе я компенсировала все, что я, допустим, не позволяла себе во время учебного года в 11 классе, потому что сейчас я учусь в Москве, живу здесь, у меня здесь новое окружение, новые друзья, здесь новая жизнь, по факту, и, естественно, я считаю, что это стоит того, чтобы в 11 классе, опять же, расставить приоритеты и где-то, допустим, не знаю, временно отложить какую-то свою там развлекательную жизнь, так сказать. На самом деле у меня много примеров знакомых, которые, допустим, не расставляли приоритеты и прогуляли как раз-таки весь свой 11 класс, соответственно, сейчас они либо, ну, они не поступили туда, куда хотели, это во-первых, во-вторых, их жизнь никак не поменялась. У меня же, допустим, другой случай, то есть, да, я активно готовилась весь год, но, допустим, сейчас у меня есть возможность сходить погулять с новым окружением, с новыми друзьями, в новом месте, в Москве, с моими однокурсниками, вот. То есть, я сделала выбор в пользу ЕГЭ в 11 классе, чтобы сейчас жить такой свободной жизнью, которая есть у меня сейчас. Плюс за 11 класс я выработала такую систему, которая сейчас уже на первом, на втором курсе вуза мне позволяет совмещать какую-то свою личную жизнь, прогулки с друзьями и учебу. То есть, я не жалею о том, что в 11 класс у меня прошел весь в учебниках и в сборниках ФИП. Ну, вот ты говоришь, что в 11 класс прошел в учебниках и сборниках ФИП, но наверняка у тебя были какие-то моменты, когда все равно на тебя нападала лень, какая-то апатия, безразличие. Что ты предпринимала в таких ситуациях? Как ты пыталась возродить себя из этого состояния? Да, на самом деле, я считаю, что это абсолютно стандартная ситуация. Мы все живые люди, естественно, мы не можем работать как роботы 24 на 7. Рано или поздно у всех наступает выгорание. Соответственно, я тоже понимала, что да, сейчас у меня такой период, когда мне кажется, что все нападено. И в этот момент я просто принимала решение отдохнуть. То есть, даже сейчас, когда я понимаю, что я выгораю, я просто беру себе день отдыха, когда я просто, не знаю, смотрю сериалы, готовлю себе что-нибудь вкусное и все. То есть, я беру прям полный день отдыха, когда я не занимаюсь егой вообще, а потом, когда я уже восполняю свои ресурсы на следующий день, я приступаю снова к активной подготовке, уже с новыми силами. То есть, большая проблема ребят, что когда они чувствуют, что все, они выгорели, они больше не могут, они продолжают, и их эффективность снижается. Вот, так мне надо делать. Я, допустим, рекомендую всем просто делать день отдыха, посвятить его, этот день себе, вот, чтобы потом с новыми силами в бой. Собственно, в марафоне у нас был такой день отдыха, когда можно было взять любой день в неделе, когда ты берешь выходной. То есть, опять же, у нас не было такой адской подготовки, когда ты готовишься два четыре на семь. Мы могли взять один выходной, чтобы как раз-таки не избежать вот этого выгорания. Ну и, насколько я знаю, в марафоне есть посты, которые направлены на то, чтобы мотивировать, не давать опускать руки и в какие-то сложные моменты подбадривать, показывать какие-то примеры людей, которые смогли выбраться из этого состояния. Читала ли ты эти посты и как они влияли на твою подготовку? Да, да, конечно, я читала посты. Не скажу, что это оказывало какое-то колоссальное влияние на самую мою подготовку, но они просто мне напоминали в определенные моменты, когда я чувствовала, что что-то идет не так, что все не зря, что у меня есть такая доза мотивации. Я знаю, что очень многие ребята настолько привыкли к этим постам, что отчеты оставляли даже, когда уже марафон закончился, то есть уже был июнь, и я видела, что ребята скучают по постам, по оповещениям в группе. Они до сих пор оставляют отчеты, и я сама это взяла. То есть я делала отчеты уже даже после того, как прошли все дни марафона, потому что мы настолько привыкли к этому всему и не хотели отпускать. Давай перенесемся уже ближе к самому экзамену, потому что мы обсудили то, как ты начала свою подготовку, с какой ты была базой, мы обсудили, как она проходила, и вот накануне экзамена, примерно за неделю, вообще какие у тебя были эмоции, понимала ли ты, что ты готова, или наоборот ты думала, что еще много всего осталось повторить. То есть что ты ощущала именно накануне экзаменов, за неделю и, собственно, перед самим ЕГЭ? Да, собственно, за неделю до ЕГЭ у меня ощущался мандраж. Я очень нервничала на самом деле. И я думаю, на самом деле, что это, опять же, нормальная реакция. То есть со всеми бывает, когда вот весь год так усердно, усиленно готовишься, там четыре месяца вообще суперинтенсивной подготовки, и вот ты уже понимаешь, что через неделю случится то, ради чего это все было. Соответственно, опять же, лезли такие мысли, что, блин, может, мне нужно еще больше времени, чтобы подготовиться, а вдруг я что-то еще упустил. Потому что уже со временем кажется, что ты прорешал уже абсолютно все, что можно было. То есть все возможные сборники, все возможные тесты из интернета. И моментами я уже думала, что же еще, что же еще может быть. На самом деле это, наверное, больше неуверенность в себе такая была, чем неуверенность в своих знаниях. Потому что, на самом деле, уже за день до экзамена, допустим, на историю я шла абсолютно спокойная, потому что я знала, что я сделала уже абсолютно все, что могла. Собственно, когда я пришла уже на сам экзамен, я сижу, осматриваюсь по сторонам, смотрю на ребят, я открываю свои бланки, вижу задание и понимаю, что, ну, ничего такого, то есть ничего сверхъестественного нет. Опять же, посмотрела там, по какому периоду было сочинение, посмотрела карты, поняла, что все это я уже делала, вот, и, собственно, начала решать вариант. Ну и, собственно, напомню еще раз свои результаты, которые у тебя были по предметам, и как ты о них узнала, каковы были твои эмоции, они были ожидаемые или неожиданные, то есть вот про это тоже хочется поподробнее узнать. Да, то есть, когда я уже выходила с экзамена по истории, я, мы, естественно, все с ребятами начали сверяться, у меня там были какие-то сомнения, вот, что какие-то ответы с ребятами не совпали, вот, но на самом деле, вот, прям с экзамена, когда я вышла из аудитории, я ушла прям с уверенностью, что у меня сотка, потому что, потому что я была прям уверена в этом, и все. То есть, когда я прям, когда я уже перепроверила, уже, не знаю, в десятый раз вариант, когда я отсидела прям столько времени, сколько шел экзамен, я уже была прям на 100% уверена в своих результатах, и когда мне пришло 98 баллов, я прям поняла, у меня был просто один вопрос, где ошибка, и все. На самом деле у меня не было какой-то дикой радости, потому что это было абсолютно ожидаемо. То есть, если бы я, допустим, весь год не готовилась, мне пришли 98, естественно, я бы дико радовалась, что вот, так удачно, а тут я воспринимаю эти результаты абсолютно спокойно, без каких-либо эмоций, эмоций на самом деле, не знаю, насколько это нормально, когда у тебя приходит такой результат. То есть, все за меня порадовались, но сама я была довольно спокойная, потому что, ну, все-таки я ждала, что так будет. Немного расстроилась, что хотелось 100. Вот и все. А почему у тебя 98? Я ошиблась в номере по тексту, где там три варианта надо выбрать. Как раз-таки почему я ошиблась, потому что этот 12-й, по-моему, номер, я его всегда пропускала. То есть, мне было лень читать всегда, и даже когда я решала варианты, даже вот эти пять вариантов в день, я пропускала именно этот номер, потому что мне было лень читать. Собственно, это отразилось на результате экзамена, ошиблась я именно в этом номере. То есть, вы вот не пропускаете задания, которые кажутся легкими, и тогда вы не потеряете в них баллы. А знали ли твои одноклассники, что ты готовилась в проекте марафон? Потому что многие скептически относятся, думают, о, какая-то там ерунда, непонятно что, лучше вот пойти к Светлане Петровне, Светлана Петровна уже 50 лет готовит к ЕГЭ, она вот всему научит, а это какие-то марафоны, что-то вообще непонятное. Вот мы сейчас будем хорошо готовиться, а ты непонятно как. И как они, если знали, как они отреагировали на твои результаты? Да, мои одноклассники знали, что я участвую в марафоне. Не все, конечно, но знали, но знали, и более того, я приглашала своих одноклассниц участвовать тоже в марафоне. Мои одноклассники, собственно, тоже ожидали вот эти мои баллы, они были очень рады за меня. Не скажу, что они тоже были как-то удивлены, потому что они видели, что я не вылезала из учебников, из марафонских заданий. Соответственно, они понимали, что не может человек, который так готовится, сдать ниже, чем в 90 баллов. Ну и, наверное, тех, кто смотрит это видео, интересует вопрос своего поступления. Много ли у тебя было вариантов для выбора, куда поступать? Так как я понимаю, баллы у тебя были достаточно высокие. Между какими вузами ты выбирала? Как вообще проходил процесс? Какими сложностями ты, возможно, столкнулась? Вот об этом расскажи. На самом деле, для меня главной сложностью, наверное, было разобраться, что такое первая волна поступления, вторая волна поступления, потому что как бы мне ребята, которые уже учатся в УЗИ, не пытались это объяснить, на самом деле, это доходит только, когда ты прямо уже на практике все это сам проходишь. Моим родителям тоже было очень сложно объяснить всю систему поступления, как это вообще там, как эта система, допустим, кто раньше принесет оригинал, тот поступает на бюджет. Ну, в общем, это было очень сложно. Не скажу, что процесс проходил прямо очень безболезненно, потому что когда я смотрела списки ребят, то есть было довольно много абитуриентов, которые были выше меня по спискам, и я помню, прям писала одной девочке из Плехановки, то есть один из вузов, куда я подавала, и она мне говорила, у тебя 270 баллов, ты точно поступишь, ты поступишь на бюджет, хотя там было всего 10 бюджетных мест, и когда я уже занесла оригинал из МГУ, мне звонили и говорили, что я прохожу, но поскольку впереди у меня было очень много ребят, и я еще тогда не осознавала, что они все уйдут в другие вузы, и просто как запасной вариант туда относят документы, я думала, что я не поступлю. Я рассматривала там варианты, допустим, даже остаться у себя в городе, потому что я почему-то вот смотрела на всю эту картину со списками, и она меня настолько пугала, что, оказывается, столько много ребят есть, которые тоже сдают на хорошие баллы. Соответственно, я понимала, насколько реально большая конкуренция, и насколько важно действительно стремиться к большим баллам, потому что еще есть, допустим, в мое время был такой сайт, Administ, где можно было посмотреть списки абитуриентов, и кратко я смотрела, сколько ребят поступает по Олимпиадам, у кого там 100 баллов за что-то. И я понимала, что конкуренция действительно огромная. Соответственно, вот ребятам, которые уже поступали после меня и готовились к экзаменам, я советовала прям отслеживать эти списки, чтобы это было для них некой мотивацией, чтобы они понимали реальную картину поступления. Напоминаю, что в этом году у нас серьезно изменились правила поступления в ВУЗы, и не все рекомендации, в том числе про первую-вторую волну. Если вы будете смотреть ролики на каких-то каналах, они не все могут быть актуальными. На нашем канале выйдет ролик, где мы подробно разберем все новые правила поступления и расставим все точки над «и». Вот ты подробно рассказал о своем процессе подготовки, о своем процессе поступления, о том, сколько тебе пришлось всего пережить, прорешать, прописать. И сейчас уже прошло достаточно значительное время с этого момента. в итоге, вот оглядываясь назад на практически год, как ты считаешь, стоило ли оно того? Правильно ли ты поступила, что поставила свою подготовку на чашу весов и пошла в марафон, где действительно нужно много работать? Или же все-таки можно было как-то сделать по-другому и добиться такого же результата? Да, это определенно стоило того. То есть, несмотря на то, что я потратила весь единственный класс на интенсивную подготовку, сейчас я учусь на бюджете. Моим родителям мне нужно платить 300-400 тысяч в год на обучение в ВУЗе. Я живу в Москве как хотела. У меня есть новое окружение таких же людей, как я, которые там также интенсивно готовились. Я люблю район, в котором я живу в Москве. То есть, все вышло очень классно, и я ни о чем не жалею. То есть, я уже на втором курсе, и уже второй год я советую ребятам также поступать. Вот, то есть, поставить в приоритет все-таки подготовку к ЕГЭ, потому что это реально очень важно, и это может очень сильно изменить жизнь, как это, допустим, было в моем случае. Есть, конечно, ребята, которые там планируют в статусном городе, поступить в местный ВУЗ, там, и просто идут на платку. Вот, но на самом деле, в моем случае ЕГЭ очень много чего решил. Вот, соответственно, я ни о чем не жалею, и этот путь я прошла бы еще раз, потому что результаты стоят того. Ну и какое твое главное пожелание выпускникам, которые смотрят это видео и хотят услышать какие-то рекомендации или советы? Ну, наверное, главное — это записаться на марафон, потому что это действительно очень крутая программа, у которой сейчас я особо не видела аналогов, и вся эта система очень крутая, и самое главное, что она адаптирована не только под ЕГЭ, а что ее можно потом будет использовать в своей обычной жизни на учебе в универе, вот, и это очень круто, что это не ограничивает только ЕГЭ, то есть помимо того, что ребята получат крутые знания, крутую подготовку и очень крутую систему, будет потом возможность внедрять это все в свою обычную жизнь, вот, поэтому я всем настоятельно советую записаться на марафон. Действительно, марафон работает и добиваются в них, ребята, высоких результатов, поэтому надеюсь, что каждый, кто посмотрел это интервью, увидел в этом какую-то пользу, нашел для себя ответ на свой вопрос, поэтому если вы хотите более подробно узнать о проекте, о том, как он проходит, как он организован, тем более в этом году он претерпел реально существенные, я бы сказал, масштабные изменения, стал еще круче, еще лучше, еще эффективнее, переходите по ссылке в описании, узнавайте подробности про марафон и уже с 1 февраля присоединяйтесь к нам, мы будем снова покорять вершины. Ну что же, мне хотелось бы поблагодарить Дарью за то, что она нашла время, возможность для того, чтобы поделиться своим опытом подготовки к ЕГЭ. Спасибо большое тебе, Дарья. Ну и... Вам спасибо. Финальное, да, мне тоже спасибо. Ну что, друзья, с вами был Виктор Виленев. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, оставляйте вопросы, которые вы хотите задать еще, и может мы организуем с вами еще одно интервью. И помните, что мы готовим на результат.